Здравствуйте! Я поздравляю вас с наступившим Еврейским Годом и желаю вам Года Счастья и Года Успеха. В 19 веке городок Бердичев на Украине был второй по величине еврейской общиной Российской империи. В нем проживало 55 тысяч человек и примерно 50 тысяч из них были евреи. В 19 веке городской суд вел свои заседания и писал свои постановления на языке ядыш. Равином города был известный хасидский раб по имени Ребелевицхов. Он пользовался небывалым уважением в городе. Тех, кого мы сегодня называем нерелигиозными евреями, в Бердичеве в те годы не было. Все евреи ходили в синагоги и соблюдали законы еврейской жизни. Однако, один раз перед глазами Ребелевицхака предстало такое зрелище. Это был Йом-Кипур, самый святой день еврейского календаря, день поста и молитв. Равин был на своем пути в синагогу, когда он увидел еврея, сидящего на своем крыльце и наслаждающегося хорошей похлебкой. Когда Ребелевицхак видел грежащего человека, он всегда тут же искал пути оправдания его действий перед Всевышним. И здесь Равином Реваза делает точно то же самое. Видя еврея, кушащего в день поста, он подошел к нему и спросил, «Молодой человек, вы, наверное, случайно забыли, что сегодня Йом-Кипур?» Тот улыбнулся, «Я хорошо помню, что сегодня Йом-Кипур». И при этом с лишнождением проглотил очередную ложку похлебки. «Вы, наверное, забыли?» – осторожно спросил Равин, «Что, согласно Торе, в Йом-Кипур запрещено кушать?» Тот еще раз улыбнулся, «Я хорошо помню все законы этого дня». Ребелевицхак все равно продолжал искать что-то позитивное в том, что он видел перед своими глазами. «По крайней мере, я надеюсь, – спросил он, – что похлебка, которую вы кушаете, – кошерная?» «Ребелевицхак, о чем вы говорите? Посмотрите, это же сало!» Ребелевицхак возвел свои глаза к небесам и воскликнул, «О, властелин мира Всевышний, посмотри, насколько велики твои дети! Что бы они ни делали, они никогда не соврут!» Как часто мы списываем себя со счетов хороших евреев, потому что мы не ходим в синагогу и выполняем ту или иную заповедь, и вообще не ведем радоксальный образ жизни? Однако, знаете ли вы, что Тора говорит, что нет человека, не выполняющего заповедь? Больше того, в Торе есть заповеди, касающиеся отношения человека с Богом, такие, как шаббас или кошер, и также заповеди, касающиеся отношения человека с другими людьми, учащие нас, как порядочно обращаться с теми, кто нас окружает. Из практических сегодня заповедей, большая часть относится ко второй категории – к заповедям, говорящим о том, как мы должны вести себя по отношению к другим людям. Это значит, что если вы воспитываете своих детей или заботитесь о своих родителях, если вы честно ведете свой бизнес и помогаете друзьям, вы уже выполняете большую часть Торы. Это ни в коем случае не означает, что вторая часть заповедей, касающихся вашего отношения с Богом, не важна. Но это означает, что если вы даже никогда в жизни не приходили в синагогу и не отмечали еврейские праздники, вы все равно выполнили в течение своей жизни несчислимое количество заповедей Торы, и они все стоят на вашем счету. Тем более, если вы были в синагоге на праздники, зажигали ханукальные свечи у себя дома или ели мацу в Пейсах. Традиционно, Йом-Кипур рассматривается евреями как день вспоминания своих грехов. Безусловно, если мы чувствуем, что мы сделали что-то не так, нам необходимо об этом задуматься, и Йом-Кипур – самое подходящее время для этого. Но в хасидской традиции Йом-Кипур – это нечто большее. Это день, когда мы прислушиваемся к своей душе. Это день, когда мы пытаемся стать чище, возвышеннее и лучше. Вне зависимости от того, сколько митсв мы уже выполняем, вне зависимости от того, что мы соблюдаем и насколько хорошими евреями нас считают наши соседи и друзья. А прислушиваясь к своей душе, мы в первую очередь увидим, какое количество заповедей мы уже выполняем. Поэтому Йом-Кипур – это день, когда миллионы евреев всего мира приходят в синагоги. Даже те, кто не посещают никакие религиозные учреждения ни разу в течение всего года, даже те, кто называют себя нерелигиозными и утверждают, что не верят в Бога, все равно в Йом-Кипур приходят в синагогу. И мы, если даже считаем себя продуктами советского воспитания, в этом аспекте ничем не отличаемся от евреев всего мира. В Америке, в Израиле, в Канаде, в Австралии и в странах СНГ, все так называемые русские евреи приходят в синагоги в Йом-Кипур. В нашей общине сотни выходцев из бывшего союза и их дети приходят на Йом-Кипур в нашу программу в отеле «Хилтон». Я хочу пригласить вас также отметить Йом-Кипур вместе с нами. Мы увидим, сколько заповедей каждый из нас уже выполняет, и насколько мы уже близки к Богу. Читая тексты еврейской литургии, мы вместе поймем, насколько прочен фундамент еврейства в каждом из нас. Известный кантор Яков Ян ведет наши молитвы, и они сопровождаются переводом на русский и английский языки. Вы можете прийти на всю службу, только на искр или на любую часть молитвы. Я надеюсь увидеть вас в нашем празднике, и желаю вам хорошего и сладкого Нового года. Шана Това. Если вы хотите встретить Йом-Кипур вместе с нами, пожалуйста, зарегистрируйтесь, используя линк, находящийся под этим видео. До встречи.